Иркутский точка по данным следствия Сэкомсомол в ходе проведения опыта, в котором экскурсоводы использовали жидкий озон, электричество и химические реактивы, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и воспламенился. В результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги, говорится в сообщении на сайте СК. Всего за медицинской помощью обратились 8 детей, больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летние. Девочка, у которой зафиксировано ожог тела до 25%. Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком. По факту происшествия задержан технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы. Принимавшие участие в представлении. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа в составе опытных следователей, криминалистов, под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России, минус сообщили в ведомстве. Производится Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, произошедшего. Напомним, ранее в пятницу в региональном Минздраве сообщили, что по меньшей мере, 10 детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения. Опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомол». В прокуратуре Иркутской области сообщили, что детям, получившим в пятницу ожоги от воспламенения спиртосодержащей жидкости в ТЦ «Комсомол» в Иркутске, в. В момент происшествия показывали принцип действия фейерверка. Популярные материалы ученые нашли у человека еще один мозга. Американский полковник прочел Россию лицемерную проповеди Албрай и пожалел, что США приписали себе победу в холодной войне.